Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Приключения бункерного мужчины станут еще сложнее. Люди-пауки станут летать быстрее, авторы Saints Row не останутся без работы. А вот разработчики из Ubisoft на работу ходить не сильно хотят, а потому приготовили весомые аргументы. На связи игровые новости выходного дня. Надеемся, все провели горячо ожидаемый уикенд, как задумывали. Потому как что-то подсказывает, что работники Ubisoft среди нас есть ну очень вряд ли. Так что особо не попривередничаешь, хочешь не хочешь, а вставать на работу все же придется. Поэтому крайне важно начать этот самый злосчастный понедельник бодрый с позитивным настроением. А мы в свою очередь приготовили порцию свежих игровых новостей для его поднятия. На YouTube-канале PlayStation вышел свежий трейлер грядущего космического хоррора Quantum Arrow, который посвятили особенностям игры на PlayStation 5. Известно, что на консоли от Sony игра предложит бесшовный геймплей с экстремально быстрыми загрузками. А также будет работать в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Игра будет полностью поддерживать все функции DualSense, такие как микрофон, отдачу, адаптивные триггеры и другие фишки. К примеру, игра позволит использовать микрофон-контроллера для передачи вдоха во время выполнения сердечно-легочной реанимации. А также будет поддерживать 3D-звук, что позволит еще больше усилить погружение в атмосферу необычного проекта. События Quantum Arrow будут происходить на исследовательской станции Monod, атакованной неизвестными силами. Главный герой хоррора — пожарный Джейкоб Томас, которому предстоит разобраться во всем происходящем, попутно сражаясь с различными монстрами. Quantum Arrow создается на движке Unreal Engine 5. Релиз игры для PlayStation 5 состоится 3 ноября, а чуть позже проект также выйдет и на Xbox Series. Коллектив энтузиастов The Nameless Mod выпустили новую версию модификации для Deus Ex Revision — графического обновления оригинальной игры 2000 года, что основательно перерабатывало окружение игры, музыкальные эффекты и детализацию объектов. Само дополнение Revision никак не меняет основной сюжет, но совсем другое дело свежий The Nameless Mod. Данное обновление является своего рода переработкой классической игры, но с модом Revision на борту. Были добавлены новые уровни, история, новые виды оружия, музыка и другая озвучка. События модификации происходят в Forum City — виртуальной версии форума PlanetDeusEx.com, концепцию которого авторы сравнивают со знаменитыми картинами «Матрица» и «Трон». Однако каждая составляющая обновленного мира все же связана с оригинальной Deus Ex, включая конспирологическую составляющую игры, технологии и геймплейные механики. Над обновлением 2.0 работало в 4 раза меньше энтузиастов, чем над оригинальной версией 2009 года, а потому ее разработка заняла почти столько же времени. В качестве основных изменений и улучшений авторы называют перепроектировку уровней — с учетом высоких современных стандартов сталс-механик, повышение интерактивности окружения на всех локациях, новые второстепенные миссии, улучшенный визуальный дизайн всего и вся и множественные исправления багов. К слову, по мнению журналиста PC-геймер Ричарда Кобота, The Nameless Mod — один из лучших проектов, связанных с Deus Ex и однопользовательских модов вообще. А еще один сотрудник того же издания, Джошуа Воленс, так и вообще поставил мод на ступень выше официального сиквела Deus Ex Invisible War, отметив, что он в разы лучше передает дух первой части. The Nameless Mod 2.0 доступен бесплатно в Steam Workshop. И еще раз отметим, что предназначен он исключительно для Deus Ex Revision, и на классическую версию Deus Ex накатить его не получится. Предстоящий интерактивный хоррор-проект Silent Hill Ascension от компании Genvid и Konami продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, что в данном проекте по мотивам известной вселенной пользователи со всего мира будут в формате реального времени определять судьбы многих персонажей и тем самым непосредственно влиять на концовку истории. А по словам креативного директора студии Genvid Стефана Бугая, пользователи ко всему прочему будут лично определять и канон Silent Hill Ascension. Как следует из слов разработчика, Ascension находится строго в рамках культовой вселенной Silent Hill. Сами авторы не собираются изменять оригинальные правила мира или добавлять элементы, которые бы привносили лишние новшества в уже привычный антураж серии. Вместо этого авторы предлагают пользователям самостоятельно формировать канон в рамках Silent Hill Ascension. И значит, это то, что решения, принятые аудиторией в игре, навсегда закрепляются в ее сюжете. Пользователь должен присутствовать во время выбора, чтобы отдать свой голос и тем самым сделать вклад в развитие истории. У игрока не будет возможности вернуться назад, переиграть неудачные моменты или перейти на альтернативный сервер, чтобы сделать другой выбор с новыми последствиями. Сюжет Silent Hill Ascension будет развиваться онлайн здесь и сейчас. Соответственно, он навсегда закрепится во франшизе Silent Hill и изменить сложившийся в итоге канон станет более нельзя. Задумка интересная и смелая, вот как это будет работать, узнаем до конца этого года, если игру не перенесут на более поздний срок. Ну а купить игры можно у наших друзей Ice Games. Это удобный сервис с кучей функций, где можно приобрести как ключи для игр на ПК и консоли, так и пополнить свой баланс Steam. Игры, которые в России напрямую купить нельзя, моментально окажутся на аккаунте. А совсем недавно Ice Games в партнерстве с Яндекс Сплит запустила новый способ оплаты, который поможет вам не беспокоиться о повышении цен. Оплата сплитом. С помощью системы Яндекс Сплит вы сможете вносить сумму за покупку частями и наслаждаться полученными играми. Как это работает? Стоимость дробится на равные порции, после чего списывается первая часть. Вы можете распределить оплату на 2, 4 и 6 месяцев, а начать играть уже сейчас. И уже после оплаты вы получите свой ключ, который вы сможете использовать сразу. Остальные платежи будут списываться через равные промежутки времени, пока стоимость не покроется полностью. Одобрение заявки на оплату частями происходит в краткие сроки 90% пользователей. Также эта функция распространяется только на раздел «Оплата без комиссии» каталога игр. Во вкладке «Без комиссии» постоянно появляются новые игры для ПК или Xbox. Тут можно прикупить как легендарные хиты вроде Red Dead Redemption 2, God of War или Horizon Zero Dawn, так и горячие новинки. Самое крутое, что пополнять свой баланс можно буквально за минуту, причем комиссия будет минимальной. Также одним из главных преимуществ сервиса является скорость. Сам покупал там игры и ключи приходили через пару минут. В общем, однозначно рекомендую Ice Games. Ну а видео продолжается. По словам креативного руководителя Фредерика Олсона, последняя игра серии Amnesia с подзаголовком The Bunker получит обновление на Хэллоуин, главной особенностью которого станет новая игровая сложность, красноречиво названная режимом контузии. Данное обновление призвано сделать и без того местами непростой симулятор выживания в замкнутом пространстве еще более сложным испытанием для геймеров. Во-первых, в так называемом лобби, где безопасность игрока ранее была по сути гарантирована, теперь будет деревянная дверь вместо металлической баррикады. Скорее всего это предполагает, что преследующий игрока создание сможет добраться до него безо всякого труда. Тем самым теперь игрок по факту нигде не сможет чувствовать себя по-настоящему спокойно. Также, по словам Олсона, теперь игра не будет ставиться на паузу во время выхода в игровое меню, что также добавит ей ранее невиданной сложности. Кроме того, обновление для Amnesia The Bunker представит новые случайные места с трупами, жетонами и бункерными крысами. А если даже повышенной сложности вдруг окажется недостаточно, то авторов припасен еще один сюрприз для любителей пощекотать себе нервишки. Нынче пистолет – чуть ли не единственная гарантированная защита для игрока, запертого в негостеприимном бункере. Будет храниться в шкафчике, и чтобы добраться до него, сперва потребуется найти код от замка. Точная дата выпуска обновления пока неизвестна, а в случае, если вы еще не играли в новую часть Amnesia или как раз задумывались перепройти ее по мере выхода хардкорного обновления, рекомендуем обратить внимание на русскую озвучку проекта за авторством студии Cool Games, где вы можете услышать и знакомый вам голос. Она как раз по счастливому совпадению только что вышла и доступна всем желающим. В рамках интервью с газетой The Washington Post по случаю выхода Starfield наш любимый продаван рассказал, что на ранних стадиях работы над космической ролевкой действительно существовала идея связать Starfield и Fallout. Дело в том, что ранее в сети активно ходили слухи об этом, однако автор комментариев не давал. Сейчас же Говард признался, что студия в самом начале производства подумывала представить Starfield как своего рода сиквел во вселенной Fallout. Учитывая статус планеты Земля, в обеих играх это было бы как минимум не лишено смысла. Как известно, Земля в Starfield, ровно как и в Fallout, существенно пострадала в ходе ядерной войны, в результате которой значительная часть планеты превратилась в радиоактивную пустошь с руинами на месте густонаселенных городов. По-хорошему, разработчики и впрямь могли бы подготовить неплохой фансервис, включив в свежий проект постапокалиптическую карту из Fallout. К тому же это дало бы своего рода толчок для появления мультивселенной Bethesda. Довольно популярный на сегодня маркетинговый ход, который точно не остался бы без внимания игровой общественности. Однако в студии все же были вынуждены отказаться от подобной идеи ввиду самых разных причин. В частности потому, что такая затея, насколько бы фансервисной она не была, по мнению авторов не сработала бы в рамках концепции Starfield, да и потребовала бы многочисленных корректировок в плане сюжета игрового мира игры. Кроме того, по заверениям Bethesda, проклятая пандемия ковид не в последнюю очередь повлияла на разработку Starfield, значительно ее замедлив. А потому создание своего Bethesda Verse потребовало бы еще больше времени и усилий. Игра, вероятно, и по сей день находилась бы на стадии разработки. Не так давно крупный игровой холдинг Embracer Group сообщил о закрытии Volition — разработчиков с многолетним опытом в игровой индустрии, подаривших геймеров серии Saints Row и Red Faction, а также брутальный экшен про карателя. Последний проект студии Saints Row 2022 года, оказался скорее посредственным, в итоге провалившийся по оценкам и по продажам. А потому было принято решение расформировать Volition в рамках бизнес-плана издателя по оптимизации рабочего процесса. Как итог, студия-разработчик теперь не имеет отношения к собственным игровым сериям, которые, тем не менее, будут переданы кому-то еще. Но, несмотря на это, Volition вполне себе может продолжить существовать в каком-либо виде уже под новым руководством. Компании, судя по всему, заинтересовались Bethesda Softworks. На некую связь уже закрывшейся студии с авторами TES, Fallout и Starfield указывает недавняя публикация менеджера Bethesda. Как выяснилось, старший рекрутер компании Шон Гинни, наряду с другими менеджерами Xbox Game Studio, недавно посещали Office Volition с некими бизнес-предложениями. Существует предположение, что, мол, Bethesda крайне нуждаются в опытных разработчиках и инженерных специалистах, а таких немало среди бывших авторов серии Saints Row, которым сейчас как раз-таки нечем особо-то и заняться. Будет ли подписан контракт с определенными сотрудниками студии или же издатель переманит к себе весь состав разработчиков, тем самым основав новое подразделение внутри Bethesda, остается только гадать. Известно, что переговоры начались только 13-го числа, а зная, насколько дело это, мягко говоря, небыстрое, смеем предположить, что о результатах мы узнаем еще довольно нескоро. В показанном, но недавно прошедшей выставке State of Play новом трейлере Marvel Spider-Man 2, старший творческий руководитель Брайан Интихар рассказал, в каких аспектах Insomniac улучшила открытый мир игры и как задействовала возможности консоли PS5 для его реализации. По словам разработчика, благодаря включению новых районов во внутриигровой Нью-Йорк, город по сравнению с первой частью вырос почти в два раза. А потому о городских активностях игроков теперь будут уведомлять не только значки, но и визуальные подсказки. По городу как Паркер, так и Моралес будут летать в разы быстрее, нежели раньше. В том числе, благодаря новеньким крыльям из паутины можно парить над городом Аки Бэтмен, а не только летать на паутине, как это обычно принято у людей-пауков. Кроме того, обещает почти мгновенное переключение между героями. Это, к слову, было показано в трейлере. И да, переключение действительно выглядит эффектно и происходит практически моментально. Быстрее, чем это было, ну, скажем, в GTA 5. Разработчики также готовят уникальные квесты для протагонистов, больше двух главных злодеев. Помимо Крейвана и Венома, в свежем видео засветился и загадочный Мистерио, а также множество новых способностей и аж 65 альтернативных костюмов. Он и Мэн Сомниак даже посвятил отдельный трейлер, о нём скажем чуть позже. А вот продолжительность Spider-Man 2 останется схожей с оригинальной частью. Примерно 17 часов на прохождение сюжетной линии, чуть более 25 часов на основное прохождение с учётом побочных заданий и 34 с небольшим часом для полного завершения игры. Про графические режимы Инсомниак тоже не забыли рассказать, отметив, что их будет три. 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду и 40 кадров в секунду, если у вас дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой VRR и HDMI 2.1. Авторам удалось включить поддержку трассировки лучей во все эти режимы, хоть качество и будет зависеть от заданной частоты кадров. Marvel's Spider-Man 2 готовится к выходу 20 октября эксклюзивно для PlayStation 5. И переходим к более коротким новостям в рамках рубрики Blitz. Трейлер Marvel's Spider-Man 2, посвященный, казалось бы, обыкновенной демонстрации костюмов красно-синего стенолаза, стал самым просматриваемым в рамках прошедшей State of Play – игровой выставки от Sony. Тем самым, превзойдя мастодонта в лице Final Fantasy VII Rebirth по количеству зрителей. Число просмотров у трейлера сиквела Паучьих приключений превысило отметку в 2,5 миллиона, что однозначно больше, нежели у всех остальных трейлеров, вошедших в лайнап презентации вместе взятых. Компания Capcom выступила в эфире программы State of Play со свежим анонсом в рамках Resident Evil 4 Remake. Стало известно, что в игру добавят поддержку PlayStation VR, а также был подтвержден факт скорого выхода дополнения для ремейка. 21 сентября состоится релиз Resident Evil 4 Remake Separate Waves – сюжетного дополнения, в котором игроки смогут сыграть за Аду Вонг. Разработчики Payday 3, что выходит уже 21 сентября, внезапно удалили печально известную антипиратскую защиту Денува и своего кооперативного боевика. Новость о ее использовании стала известна в начале прошлого месяца, но теперь разработчики приняли решение отказаться от ее применения в релизной версии. Стоит ли говорить, что данный шаг сообщество поклонников игры восприняло позитивным? Что неудивительно, если брать в расчет известный факт влияния Денува на производительность игр, в которой она установлена. Студия локализации Games Voice объявила о завершении сбора средств на русскую локализацию в Star Wars Jedi Survivor. Команда выразила благодарность в адрес всех неравнодушных за поддержку проекта, но примерных сроков релиза самой работы пока что не озвучили. Известно, что в данный момент продолжается запись сцен основного сюжета и реплик ключевых персонажей. Также в монтаже находится второй дневник локализации, посвященный двум актрисам, которые вернулись к аналогичным ролям, что исполняли в первой части серии «Диалогия джедай». Модер Суа Ховард представил The Witcher 3 Combat Redux – обновление для Next-Gen версии третьего Ведьмака, которое делает игру сложнее. Теперь при атаке и уклонениях у Геральта будет расходоваться выносливость. Модификация также делает Ведьмачьи знаки Игни и Квен гораздо менее эффективными, а также убирает индикаторы на экране во время атаки врагов. Кроме того, мод вносит некоторые улучшения в систему парирования и контратаку. Сообщается, что теперь игроки смогут парировать почти любое оружие, а эффективность как парирования, так и контратаки станет заметно выше. Японское игровое издательство Famitsu сообщило, что по крайней мере в стране Восходящего Солнца платформер The Lord of the Rings Golem выйдет для Nintendo Switch. Случится это 14 декабря этого года через издателя Thrego. Стоит подчеркнуть, что о мировом распространении в заявлении речи не шло. А потому велика вероятность, что страдать на сей раз придется исключительно владельцам консоли Nintendo из Японии. Наши искренние соболезнования. 13 сентября в Steam на странице Hogwarts Legacy была объявлена об очередном начале закрытого плейтеста Gary Potter Quidditch Champions. Данное ответвление предложит игрокам многопользовательские спортивные баталии на летающих метлах, которые являются традиционным видом спорта во вселенной чародейства и волшебства. Регистрация на бета-тест проекта открыта на сайте Quidditch Champions. Официальная дата выхода игры пока неизвестна, а ее релиз запланирован на этот год на ПК, PS4, 5, Xbox One и Xbox Series. И сейчас наша постоянная рубрика «Цирк с конями». 11 сентября подавляющее количество работников монреальского офиса Ubisoft должны были вернуться в штатный график с удаленной работы. Подобное требование было выдвинуто руководством компании, что пыталось завершить практику удаленной работе на фоне давно уже забытой пандемии. Объяснив решение тем, что личное присутствие значительно улучшает продуктивность команды, а также помогает решать рабочие вопросы более оперативно. Да и вообще, бедолаги из Сингапура вон с Калан Боунс все никак не выпустят, а ленивые канадцы, дескать, слишком уж расслабились. В данный момент сотрудникам из Монреале предложен гибридный график, согласно которому они должны явиться в офис минимум два раза в неделю. Требования обязательны и ко всем, с редкими исключениями, для работников с определенными потребностями, и то лишь после того, как будут рассмотрены все остальные варианты. Стоит ли говорить, что требование привело в бешенство многих работников Ubisoft, которые, не сильно стесняясь в своих высказываниях, комментировали необходимость вернуться в офис в рабочих чатах. Согласно десяткам недовольных сообщений, которые стали доступны журналистам портала IGN, стало понятно, что коллектив Ubisoft Montreal чувствует себя обманутым, потому как Ubisoft, когда только переводили людей на удаленку, обещали сохранить возможность трудиться во благо компании удаленно в течение более длительного времени. Многие работники успели построить долгосрочные планы, перебирались в другие города и арендовали более дешевое жилье. Другие же работники не хотят отказываться от прежних условий труда, по причине нежелания опять тратиться на дорогу до работы, а также жалуясь на состояние офиса в Монреале. Там, мол, шумно, вода протекает, крысы ходят чуть ли не пешком, а также, вы только представьте, нет бесплатного кофе. В свою очередь представители Ubisoft отметили, что другие компании тоже возвращают персонал в офисы, а они-то чем хуже. К тому же вопрос возвращения в офис решается с каждым работником в индивидуальном порядке, а компания делает все возможное, чтобы обеспечить благополучие своих работников. Ну что ж, пишите что ли в комментариях, что вы думаете обо всей этой ситуации, а также есть ли у вас на работе бесплатный кофе. И на сегодня у нас пока все. Если вам понравился выпуск, жмите на лайк и колокольчик. В этом случае новое видео уж точно пропустить не получится. Также, по возможности, расскажите о канале друзьям, ну и забегайте в нашу группу во Вконтакте и Телеграм-канал, там тоже публикуются регулярные новости и прочая актуальная информация о нас. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok